Пассажирский самолет Бройлер 747 Приветствую всех дорогие друзья, с вами снова Крюгэ ТВ и сегодня у нас первое число, а значит и новая техника за военные облигации. Я думаю вам будет интересно, если в начале каждого месяца я буду уделять время именно данной технике, поскольку вы ее можете получить, а знать что там, кактус или не очень, имеет наверное смысл. В этом месяце у нас СМК и БТД-1, и если СМК не так интересен, ну я немножко фрагментов ставлю с ним, если вкратце говоря это двубашенная КВшка. Да, я с того момента как делал обзор, несколько поменял о нем мнение, у него много интересных особенностей и так далее, но тем не менее на него обзор делать гораздо более привычно, успеем мы когда-нибудь в другой раз. Вкратце скажу, что машина в целом сойдет, но далеко не фонтан. БТД-1 нормальная, вполне нормальная, на ней можно играть, но есть у нее свои сложности. А вот БТД-1, по БТД-1 обзоров-то оказывается в принципе нет адекватных, ну в ближайшее время вообще не было. То есть я просто забил БТД-1 в Гугл, и естественно мне выдало видео, по-моему, Алконавтора, 4-х летней давности, если не больше, потом еще одно видео 4-х летней давности, и все, больше ничего адекватного по самолету нет. Так что расскажу-ка я вам о нем. Он не особо супер интересен, скажу сразу, плюс опять же, я знаю по самолетам довольно мало, особенно что касается с чем и как его сравнивать, но тем не менее, расскажу те моменты, которые бросились именно мне в глаза. Во-первых, это палубный бобер или торпедоносец, и к сожалению, я сыграл на нем боев 6, наверное, и я ни разу не попал на морскую карту, где есть техника водная. То есть, наверное, в морских боях, когда они будут с эсминцами, там бла-бла-бла, вы сможете как-то дополнительно за это поформить, но в итоге мне так и не попалось, торпеды бесполезны. Ну а если их, кстати, подвесить, самолет становится просто никакой, в плане ни скорости, ничего тебе. Но есть и другой вариант, это бомбовая нагрузка, она у нас 2000 фунтов, не шикарно, причем при этом у нас еще, мы вроде как боберну, бомбового прицела нет. И, в общем, самая идеальная загрузка, это две бомбы, наверное, по 1000 фунтов, если приловчиться их кидать, то, наверное, можно в совместных боях парочку фрагов делать. Ну или не обязательно в совместных, они кидаются по одной, поэтому будет два сброса бомб, ну считайте 500 килограммовых. Это нормально. А главное, что у нас есть, это курсовое вооружение, две пушки АНМ2, они дают не очень хорошую кучность стрельбы, находятся в крыльях, но, в принципе, это двадцатки. Если ставить стандартную ленту, я строго рекомендую либо ее, либо для скрытой атаки, ну, мне проще со стандартной. Там у нас два снаряда осколочно-фугасных и один бронебойно-зажигательный трассирующий, хотя понятно, куда стреляете. Так вот, ей можно неплохо сбивать вражеские истребители. Прикол БТД-1 это старт в воздухе, и это большой плюс. У самолета не особо хорошая скороподъемность, в карточке написано 9 метров в секунду, я склонен согласиться. Он не очень хорошо климбит, я бы сказал, он отвратительно климбит, но к моменту боя, если держать скорость 280 км в час, мы можем где-то быть на высоте в 5300. А этого достаточно для того, чтобы быть на одной высоте с другими бобрами и попытаться их сбивать, если не это не Блоуменвосы. Они часто встречаются, и с ними лучше не вступать в перепалку. Можно их прокоцать, но вы сами видели, в начале боя он просто прокоцанный, улетел, развалился, но фраг не засчитываются. Иногда они могут сами отвесить не кисло. А вот тандерболты, нагло лезущие в вашу сторону, естественно, они не успевают заклимбить на такую высоту, но с удовольствием пойдут с вами в лоб, являются лаковой мишенью. Можно ходить и в лобовые, но опять же, эффективность не особо высокая, кучность у пушек небольшая, плюс к тому же их всего 2 и в крыльях. Короче, можно сбивать в лоб, но вообще мы их, в принципе, можем просто не запускать на высоту. С советами вообще все просто, у нас очень, очень, очень хорошая скорость флаттера, я аж припупел. Реальная скорость, которую я достигал, не разваливаясь, при которой самолет можно было вывести из пике, это где-то 870 км в час для боевого рейтинга 4.0, довольно неплохо. Сама по себе скорость у истребителя не так, чтобы высока, догоняют нас практически все истребители. Что касается маневренности, он меня немножко удивил. Во-первых, мы можем спокойно перекрутить тандерболтов, если у нас есть энергия, то есть скорость не там 250-300 км в час, а теряет он ее, ну, довольно стабильно, как говорится. Поэтому длительные виражи противопоказаны, но переманеврировать за это время тандерболтом можно. Что касается яков каких-нибудь Zero, ни в коей мере. Это все-таки бобер откликается на ваши действия с некоторой задержкой. Но в целом маневренность для бобра очень даже ок, можно, в принципе, вот как я и сказал, где-то тандерболты поизничтожать. Они от вас просто не ожидают, самолет непопулярный. Ну и как бы что-то тут добавить особо сложно. Единственное, что могу сказать, у него очень плохой ролл, нос все время клюет вверх, к этому нужно быть готовым. Здесь, наверное, такая же проблема, как на каком-нибудь Хортоне 229-м, хотя вроде все рули на месте. И при пикировании, при скорости где-то от 600 км в час, очень сильно затяжеляются рули. А, и еще одна фишка, пока не забыл, есть воздушный тормоз. Поможет очень удивить противника, если вдруг вам нужно резко сбросить скорость и его пропустить. Те же тандерболты, которые за вами увяжутся в пикировании, могут нехило так обосраться, потому что у них-то такой приблуда нет, а у вас есть. Ну, главное, конечно, грамотно так сделать, чтобы не быть сбитым в этот момент. В общем, свои фишечки у самолета есть. Интересен ли он? Ну, не очень. Пару фрагов делать можно. Атака работает, грубо говоря, против истребителей строго на проходах. Против бобров у нас не так много вооружения, особенно часто, ведь встречаются эти пломонвоссы, с ними не повоюешь. Другие какие-то бобры очень редки, но их можно сбить будет. Так что, в целом, норм, летать можно. Фармить, правда, он особо, вот, к сожалению-то и не будет. У него не такой большой буст для всего этого дела. Но одно я могу сказать точно. У него очень дешевый ремонт, и это, конечно, очень круто. Поэтому можете смело на него нафармить и попробовать кораблики там поуничтожать, если вдруг попадете. Ну, или свой фраг 2 из боя вынести. Если есть какие-то дополнения, пишите в комментарии. Мне, в целом, самолет понравился, но я бы не стал на него просто так летать. Мне конкретно вот он не настолько интересен. Я лучше какой-нибудь Hellcat, там, Wildcat, бирку возьму и так далее. Если мне захочется в совместные бои что-то взять. А это очень узкоспециализированный, но воздушный старт в РБ боях делает из него хоть что-то. Не знаю, как по поводу совместных. Вот, к сожалению, отсутствие прицела прям напрягает. Да и нагрузка бомбовая не та, ради которой стоит. Мне кажется, в совместных он не будет полезен. На этом на сегодня все. С вами был Крюга ТВ. Если это видео было вам полезно и интересно, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Дринкенс, сколько нам осталось до конца? 256 серий, сэр. Отлично. Тогда я еще успею посадить дерево. Субтитры создавал DimaTorzok